Приветствую зрителей канала Военная Аналитика. Рассмотрим обстановку на фронте на 7 апреля. Как мы уже говорили в прошлом выпуске, после разгрома российских войск на подступах к Киеву с обеих сторон реки Днепр, схлопнулся весь Северный фронт противостояния и российская армия полностью покинула Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Теперь части, которым удалось отступить с ранее занятых территорий, реабилитируются, пополняются и в будущем, несомненно, будут использованы на Донбассе. Разумеется, ровно то же самое будут делать огромное количество украинских войск с Северного фронта, которые приняли на себя основной удар первого месяца войны, Ведь именно киевское направление, что бы сейчас не говорило российское командование и пропаганда, являлось главным направлением и, соответственно, туда направлялись самые элитные и боеспособные части российской армии. При том, надо обязательно отметить, что приняв этот удар, остановив и затем разгромив противника на Северном участке фронта, украинская армия, набравшись огромного опыта, почувствовав уверенность в своих силах и найдя методы разгрома противника, теперь будет переброшена также на юг, что является очень весомым фактором в продолжающемся противостоянии. Рассмотрим текущее состояние на фронте и планы противников. По имеющейся на данный момент информации, российские войска активизировали попытки прорыва обороны украинцев с северного и южного направления Донбасского фронта. Конкретно идут удары с изюма на Славянск и Краматорск. Также по всей линии соприкосновения от Энергодара до Гуляйполя и Волновахи. Эти попытки, подкрепленные мощной артиллерийской подготовкой и авиацией, приносят успех. Явная инициатива на стороне россиян. Впрочем, говорить о каких-то крупных успехах не приходится. Украинцы упорно обороняются. Началась эвакуация жителей Славянска и Краматорска. Одновременно с укреплением Донбасса готовится контрнаступательная операция в Харьковской области с целью полностью освободить подступы к городу и, затем отрезав линию снабжения от российской границы через Харьковскую область к изюму, обрушиться непосредственно на этот город, который приобрел сейчас стратегическую важность. При удаче контрнаступления возможно отрезать изюмскую группировку российских войск с угрозой полного окружения, лишить их возможности наступать на Славянск и заставить перейти к обороне, таким образом перехватить инициативу. На южном фланге Донбасса это будет сделать значительно труднее. С направлением Мелитополя у россиян крепкий тыл и короткий путь до базоснабжения с Крыма. Именно это направление и будет самым неприятным для украинцев. Одновременно с планируемым контрнаступлением в Харьковской области уже идет контрнаступление в Херсонской. Вслед за освобождением Николаевской области вся борьба ведется уже вблизи Херсона, где украинским войскам удалось приблизиться на расстоянии менее 20 километров. Здесь украинцы наступают с трех сторон, указанных на карте. Главным направлением удара является Великая Александровка с целью отсечь и окружить силы РФ, которые были выдвинуты в сторону Никбаля в предыдущие недели. Упомянем еще Белгород, где спешно фортифицируется направление с Харькова. По всей видимости, российское командование считает реальной угрозой контратаки и переноса военных действий непосредственно на российскую территорию. Что в принципе логично. Оттянув практически все силы на Донбасс и обнажив свой тыл, этот ход со стороны украинцев надо учитывать. Несомненно, украинцы рассматривают этот вариант и просчитывают не только наличные силы, но и возможность применения Российской Федерации ядерного оружия в случае, если будет привезен фронт на территорию РФ. Такова ситуация на сегодня. Ждем новых данных и следующий выпуск, по всей видимости, будет в течение трех-четырех дней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok